Который нас ждет в библиотеке, ждет, не дождется. Да. Ничего, он подождал месяц, подождет еще немного. Спасибо. А, извини, прибил. Прошлая наша игра закончилась на весьма забавной ноте. Как медведи и великаны падали в яму один за другим, друг другу на голову. Под забавную музыку и шел бы нехило в нашей голове. В остальных великанов, как Конной просила, вы обезвредили, но не упокоили. Как бы не хотел этого колонию. И сейчас вас ждет дальнейший ваш путь. Вы находитесь в окружении трупов медведей, ламий, обездвиженных великанов. Рядом с вами Конна, которая всячески вас благодарит за то, что вы прислушались к ее словам и не стали казнить ее, собратьев. Зловещий алтарь ломашту таит в стенки. Я бы, конечно, его разбил, но я помню, что в прошлый раз мы пытались один алтарь разбить, и нас чуть не высосали злые силы. Что ж, господа, я там уже нас дождался. Ты устроишь ему достойность, ты еще наверху. Очень, очень, очень. У меня пылесочек, а у меня связные руки. Да, но сейчас я должна показать помощь моим братьям. Оглядывает их у некоторых достаточно серьезные телесные повреждения. А что вы не сидите, шишка? Досталось. Ну, да, я надеюсь, я буду к этому моменту готова. Будьте там внизу осторожней. Я не знаю, с чем вы можете там столкнуться. Знаю только, что под контролем Макмуряна есть силы, которые я не понимаю. Которыми я... Анечка, палки, ничего. Вадим, я не сталкиваю. Слегка, Маша, какой на таниэль? Малышок. А Руби тогда интересуется у Адена. Аден, мне кажется, говорил, что у тебя есть волшебная палочка лечения? Да, кажется, где-то было в моей сумке. Сейчас, секундочку. Там у нас есть рядов. Так, мне написано еще 12 зарядов. Когда... 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 Твою конь. Там еще два десятка заряда осталось. Как раз она сможет привести великона в порядок. В принципе, я могу привести их в порядок. Мне несложно завернуться на пару минут. Ну, если ты это сделаешь, что... Да, я лучше... Хватит ли нам? А то мало ли они... Она будет разговаривать с ними по очереди. Да. Все верно. Лучше я их подгарку. Ну, в таком случае, да, давай, а я дам тебе свое. Договорились. Руби передает коне палочку с 24-мя зарядами лечения легких ран. Адам достает из сумки свою палочку на 12 зарядов и отдает ее Руби. Руби встает, знаешь, на цыпочки, руки вверх, вытягивает, протягиваю палочку. Кон нагибается, чтобы взять эту палочку. Выглядит весьма... Ну, сейчас она высокая, она среднего размера. Да, ну, а конно-то достаточно так крупная женщина. Ну, она великана. И, господа, силы, о которых я вам говорю, они даже не магического характера. Будьте, правда, осторожны. Это как-то, как раз, не магического? Наверное, так же, как у тебя. Ну, это что-то потустороннее, я не знаю, как это описать, как это назвать. Что-то оккультное. Ох, часа-в-часу не легче. Кажется, кажется, я что-то читал про такое. Отнились, думчиво прикладывать пальцы к подбородку. И, да, кажется, в книжках моей бабушки тоже было что-то похожее. Мы будем очень осторожны, конно. Ждите осторожны прямо сейчас. Вниз, дальше по коридору, там, увидите стены, которые завешены шкурами. В общем, постарайтесь пройти там тихо и незаметно. Там караулят. После этой стены есть отверстия. И нежданных гостей там могут проткнуть просто. О, боже. Есть еще кто-то, кто не прибежал на звуки драки? А кто караулит великаны? Присоединяются к вопросу? Нет, мерзкие тролли. Они специально. У них задача сидеть там и не высовываться, пока кто-то не попытается войти в этот проход. Поэтому они, скорее всего, и не вышли. То есть мы должны либо прийти тихо, либо... Шибить этих полей. Устроить небольшую эмбинацию двух поселений. Мне по нраву оба варианта. Второй, на самом деле, даже приятнее звучит. Да, но к ним еще нужно подойти. А в чем, собственно, сложность? Точнее, можно пробраться к ним за эти стены через какой-то проход специальный, так? Ход к ним в конце коридора. То есть, чтобы попасть к ним, вам нужно пройти сперва этот коридор. А, да. А они там только с одной стороны? Еще раз уточняют вошедника. Двух сторон по одному троллю. Это самый, так называемый, убийственный коридор. Насколько я помню, это стандартная вещь. Средство укрепления во многих замках. Ну, Таниэль, мы ведь сможем себе позволить небольшой телепорт, чтобы не поставляться под копии. Это так просто. Я могу перекинуть нас либо в конец коридора, либо, если смогу нормально разглядеть, одну из сторон. Сразу к троллю. Или, например, невидимость. Что для твоих магических сил будет экономнее? Секунду, господа. Вы общайтесь, я буквально на минутку. Ну, или как говори... Мы их можем просто выкурить. Да, либо поставить... Хотя нет, я хочу поставить какую-нибудь стеночку с кинетическими силами. Ну, ладно, я боюсь, это не моих способностей сейчас. Почему? Если стены деревянные, фальшивые, за которыми они сидят. Так. А что касается усилий, то у меня осталось не так много загляданий низких кругов. Поэтому, считаю, что, чтобы перебросить нас в конец коридора или по одному из троллей, что сотворить еще раз невидимость, займет одинаковое. Потребует совершенно одинаковое количество этих самых усилий. Дальше, правильно, помню, это всего два тролля. Так ради двух троллей... Стоит беспокоиться. Если там проход не слишком широкий. Ну, в принципе, я думаю, проще действительно выкурить. А как именно ты предполагаешь выкуривать, Адам? Так же, как мы разобрались с теми кутистами. Помнишь? На мельнице. А, такое и не забывается. Помню. Ну, вот. Это были вы на мельнице. А тебе не кажется, что тролли могут просто проигнорировать вонь, учитывая, насколько они обычно не сидят за своей гигиеной? Ох, эта штука проберет та же тролля. Сама же она довольно долго висит, и рано или поздно им все-таки захочется подышать свежим воздухом. Лучше, чего я могу наесться сыра с плесенью и испортить им атмосферу так, что они уж точно выйдут. Может, я одна невидимая прокрадусь и заставлю их выйти, пробежи туповаты, я буду их приманивать, они на голос пойдут. Предлагаю. Тем не менее, у них есть куча хорошие идеи, Руби. Это очень опасная идея, Руби. Я не переживаю. Вот именно. Тебе уже досталось от копья. Ну, я не буду близко к ним приближаться, как я это сделала по своей глупости. Кобальчо. Ну не скажи. В конце концов, это закончилось весьма неплохо. Для самой Этны. А еще такой вопрос, господа, а у нас сил-то хватит на дальнейший путь в плане заклинаний и подобного. У тебя есть какие-то... Ну, все самое интересное я приберег напоследок. Я тоже братья только заклинания с низких кругов. Я более-менее полон сил. Сейчас некогда отдыхать. Он наверняка знает, что мы пришли. А мы наполнены в каком сейчас виде, скажем так? Он трансформился специально для этого. Я абсолютно здоров. Нет, в плане ты в какой форме? Гуманоид. А, гибридный, гибридный. Гибридный. Я помню, что он специально отошел в стаду. Сторонку, чтобы тужился, пока не потрансформировался. А я помню, как он цеплялся зубами в горло. То ли медведю, то ли... А, дракон он цеплялся. Дракон. Да. А, да. Финальный кусь, точно. Так, ну, тогда давайте что-то решать. Ну, чтобы это все. Ну, собрались. План друге очень хорош. Если вдруг что-то пойдет не так, то я использую дверь измерений для того, чтобы перебросить нас всех к тебе. Да, этот поход уже будет контролируемым. Мы тебя сразу вытащим. Ну, точнее, с вами придем на помощь. Ну, отобьем, да. Я это имел в виду. Готовься, пойдем смотреть, что там. За щели с троллями. Попадайте, тогда тихонечко приблизимся. Да. И вот так вот. Прошу прощения. У меня из-за того, что контроль над токенами. Угу. Привычки выделить. Малым скалантом идут просто друг от друга броней там лязгают. Да не скажи, это они еще очень тихо идут. Сроде не дешься. Мэл выучит, как это, руки-руки приподнял, чтобы металлические листы там, ну, части друг от друга не лязгали, и все равно не получать. Да что ж ты будешь делать? Окей. Так. Вот и мы. А сколько там впереди видно? Тихо-хонько. Тихо-хонько. О, руби уже невидимые, да? За свет вверх, какого-то каша. Слушай. Еще нет, она прижимается к стеночке и осторожненько-осторожненько выглядывает наружу. Угу. Так, ну, пока скажу... Убедившись, что вот тут вот придут, это же придут как раз те шкуры, которые нам говорили, да? Где? Ну, где? Пингоник, пожалуйста. Вот тут вот, у стены. Незаметно эта стена или шкура? Вот эти стены начинаются. Угу. 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 Ну, я хочу сказать, есть ли там какие-нибудь растения для того, чтобы использовать свой коварный план? Если там есть что-то растительное, попробуй его разрасти. Ммм. Ну, скажем, какой-нибудь мох. Ну. Да. Какой-то бурной растительности, типа, по типу травы там кустов тут нет. тогда не прокатит руби отходит чуть назад делает несколько шестов и зачитывать заклинания и исчезает извину если что кричи перепелкой можешь показать как это я попробую не знаю придумай что-нибудь хорошо шухер пацаны вас устроит окей сейчас будешь управлять убили и ты в принципе да если это перепелка провела много времени в загоне наверняка она так и разговаривать здесь живи на людей здесь рубит и замечаюсь это наподобие кровати лежанок видимо здесь отдыхали великаны коридорчик можно прокинуть на внимательность ахаха вот с чем у руби проблема это с внимательностью или 19 чтобы знали знаешь учитывая то что конна предупредила сложность проверки будет ниже и ты действительно замечаешь что за шкурами скрытые отверстия шириной где-то в пуд ведущим какие-то более обширные помещения помещение пещеры руби пытается тихонечко подкрасться и заглянуть в эти отверстия так что сама она невидимая шкуры пытается двигать очень медленно и плавно чтобы это было совсем незаметно на невидимость это призвать хорошо что навыки не критуют или на единичке тоже не проваливается ролик конечно могут кинуть но опишешь мне кажется что саму руби они вряд ли заметят давай так и шкуру ты отодвигаешь шкуру учитывая предпрошлые низкие чеки каландила и мало ли на на скрытность когда ты отодвигаешь шкуру ты видишь вытащили что прямо в щель смотрит великане ну это тролль глаз также красный такой злобный глаз он видишь что он прислушивается всячески принюхивается когда ты отодвигаешь шкуру он тоже как бы удивляется отскакивает слегка нет начинает голову чесать в руках у него ты видишь рунку достаточно крупную что такое руби в панике приседает кто-то похоже на саи у рафаэля а воровая вилка когда по длине и скажем крупная руби в панике приседает подавляя испугодные восклицания и пытается тихонечко тихонечко отползти отсюда отдельный человек остался нужен да нет не надо великан все еще знаешь в удивлении еще раз подходит щелки начинает посматриваться на всякий случай тыкает туда но тебя там уже нет я уходил заглянуть туда увидеть как именно выглядит комнаты за щелями скажем так на то краткое мгновение что тебе удалось увидеть это просто обычная пещера то есть там никаких предметов декора мебели ничего такого ты не заметил представь помещение где обитает роль вонючие с какой-то охапкой сена там на которой он спину всей гнилой обусланы и труплявы они то объедки и все эти отработки что сопутствуют наличию тролль так значит трубы пытается вот сюда вот здесь также висят шкуры и заканчивается с каждым вот где-то вот тут они тут и вот тут они заканчиваются и тогда руби пытается вот отсюда заглянуть знаешь когда ты шкуру раздвигаешь стены перед тобой нет есть не проход можно здесь проникнуть внутрь насколько этот проход узкий скажем так руби пройдет в него спокойно но чтобы пролезть в нему троллю ему придется втянуть живот знаешь максимально дискомфортно то есть существа среднего размера беспрепятственно у него проходит существо крупного размера придется приложить определенные усилия чтобы него протиснуть хорошо тогда руби хочет попробовать заглянуть туда оценить позицию тролля так вот теперь уже давай тогда стелс эти да то что ты заглянул ты сказал ну вот так разглядел да ты можешь пройти без проблем ты видишь как тролль сгорбившись все так же пытается кто-то разглядеть в эту щель если выглянуть вот сюда вот сейчас забыл этот роль руби передергивается от запаха и от вида этой жуткой образины и пытается просочить обратно и таким же макаром хочет проверить какого тролля давай он как-то более на расслабоне возможно он не услышал мэлэна он ходит просто вдоль этой стенки периодически иногда подходит заглядывает они ведь могли еще и побольше услышать довольно громко было наверняка пути далековато когда я уже в обед и ужин фото мне вот крыса б какая пробежала так че 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 так пахнуло и крысы что ли так одну секундочку я пытаюсь разобраться на боках руби ну ладно а так а что ты плачевая лодка который я давно уже убежал прошу прощения за тормоза и не это нормально я уверен что она сможет прокинуть делать самый децешник руби руби пытается изменить свой голос от услышанную ей речь генерала когда тут похвалял это тут похвалялся что всех нас перережет ну а ну выбирайтесь отсюда сюда указано срочно что я тогда делаю ради экшен наверное аналогично что там за кипиш не знаю но завод надо идти где там добавляет руби уже из коридора побежали что ли и мы делаем хрясь сюрприз у меня был месяц это в техподдержку и не написал ролки буду оператором кроли да 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 сейчас скажу 25 у них инициативу потому что не плохие люди так всех свою вбили я да я должен быть там и я и себе кликнул это не видать да не попал так ну так как у вас сюрприз делать такой вопрос героизм который на нас к оставали он все еще работает или его можно на полтора часа достаточно так что да я думаю тогда сначала и кладил у него там длинный хлыст поэтому их херочет вот этого тролля холстом который первый выбегает у меня тебе да проходит так это совсем баба да 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 не до 23 не попадает руль флэпфуд он еще не успел подействовать тоже анны точно пардон те да тогда попадает вас плохо попадает 27 и хлыст попал очень хорошо вы по одному лупили ну да вот поэтому тролль только из-за угла показывается как ему тут же прилетает мечом хлыстом он наш подкашивается то ли от неожиданности то ли от увечья ну знаете у него просто один глаз наверное просто каландилу хлыстом вышибает оттуда он начинает слизь вытекать кровь он вам щит хватается за лицом орать начинает 2 простую в растерянности но тут приходит в себя так будут действовать они или кто-то еще что-то вообще у нас хан не просто пенсии тебе должны приходить так ну тогда давайте давайте мэлвин вон походил он должен был быть один ну ладно кого не страшно и тогда может вы на и сами себе нэкшену то в того уцелевшего вот спеть зараз зараза нам он еще не шанс есть ловил бодрячка от крика командира руку и делай за на туннеле ходит эль а на туннель отправляет обоих нехороших созданий огненный шар он его взрывает где-то вот тут за спинами чтобы скаю так у первого 22 10 28 урона огнем и если я правильно помню у ту лет еще и регенерацию отключает да и первому троллю этого хватило ведь он как вспыхивает на нем его одежды трухлявы он начинает кататься верещать но в какой-то момент затихает второму досталось но и пытается ладошкой сбивает 3 тлеющие на нем тряпье огонь и теперь руби руби раз первому хватило тогда она просто активирует песнь начинается напевать в одушевляющий мотивчик голосом генерала начинает щебетать как птица изображая незнакомую перепелка так ну и будут ходить выживший тролль в руках он сжимает действительно длинное оружие так что он со своей текущей дистанции попадет и будет он атаковать тебя мало так как ты ближе всех я готов так 33 а был 25 урона там сам сопротивление пятерка да у меня и да значит 20 какие прилетает а так и второй удар снова 33 и снова попалась 26 21 нечеловеческие больно писано малый тикс звук отгрызи и мучая путь больно блять как это у тебя в башке да я ему вырву его вонючее горло то что 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 укурите копия сделаю пятифутовый и войду в защиту правильно зачем атаковать нашему каландилу все будет хорошо походе похоже на 3 сходил мало а до доход закончен конечно еще раз 18 спать 1021 вакандил твой шанс так а ну что он спит тогда все а блин нет не все куда игра у нас фурранжа поэтому да а есть если бы у нас следующих вот пос это просто обойдем и будем подождем кассе до следующего ухода ну скажем будет если никто ничего больше не хочет сделать тогда мы просто это планет скипаем потому что она выживет хотя если это крит хочет то какие у тебя криты ну крита не ушло это культа грас это автоматический крит без проверки атаки у него сейчас регенерация активно нужно идем на вопрос оттыкнуть факелом чем дети что ли это не знаю как трули бить 66 но это очень сложно просить нет кончится пацан на самом деле тебе надо было прижечь ну и я думаю я не помню если у нас у химический огонь чтобы мне не тратить слоты сейчас посмотри что мне написано давайте замотаем их шкуры да подожим факелом что голову ворочить да просто прижечь раны вон голубь новую голосе не простил взамен публикой нет у нас походу есть хотел бы факел до факел есть вот когда это из гидру верни иску отлично руби ты молодец мэлвин ты храбро принял на грудь опасного противника а теперь в тебя надо за это потыкать палочкой абсолютно согласен куда приятнее чем когда в тебя тыкают копьем руби собственно тыкают палочкой застрял там и хватит я думал а плюс 47 о да 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 еще тут этот книж благодарю как новики хорошую палочка руби руки пилю в руках стабильная почаще там закупаться вот здесь исполнить день и взял ухо бразила мыло подходит пинает этого самого тролля потом обращает внимание на вот это вот отверстие где шкура была то смотри как придумали что можно стоять и через эту дырку тыкрыть и вся кто будет мимо проходить а он как бы выпускает оружие свою из рук она знаешь где-то к ногам подкатывается и такое ощущение что она как-то иногда по нему как свет пробегает минуточку поднимаю копью подходит от дожди не трогай я взял ладно 5 magic тоже от наканели от обоих троллей исходят эти ауры причем как и от оружия так и от нагрудников которые были скрыты под шкурами и тряпками которые они на себя напялили можно не кидать то есть у них можно ты записать лук плюс 2 нагрудники две штуки и плюс 2 промки две штуки вы запишите или еще сейчас открываю табличку и шуми и . там еще не удалилась не они не гуглы не удаляют вот в этом помещении рубит и когда шарилась видела что валяются какие-то груды тары доспехов кольчуги какие здесь вот вот именно марсер еще раз какие там бонусу копии нагрудников и кстати повезло было бы плюс 3 то они были игнорировали эту шкуру какие-то грубые старые брони есть возможно в ней есть что-то тоже зачарованное плагает в трубе и маша другой в сторону вот этого панеля на дне тяжко вздыхает с замерзением пропирается в троллье логово они до внимательно оглядываясь по сторонам чтобы не вступить ни в какую пакость ну и тоже обнаружением магии очень просветитель даур присутствует среди этих скажем там есть несколько наборов кольчужно-латных доспехов как-то нагрудник рубахи кольчужные валяются среди всего этого ты видишь одинокую латную рукавицу это плюс одна латная рукавица призрачного касания как конфлик первого знали есть не смотрел и также можешь прокинуть на внимательность когда а ты уже это сделал когда рылся в доспеха в поисках этого предмета но больше ничего интересного это было когда я приближался чтобы не вступить а если когда к пошли в доспехах этих можно все распространять на внимательном и мало на то не сейчас слегка торопится и потому ничего не находит но все что с магическими аурами он отпаскивает видимо это скарб предыдущих самих приключенцев которые пытались добраться с нами да несчастные жертвы мерзких троллей и великан снаружи постою помочь нам разбирать эти доспехи я не очень жалую нечистоты ладно тебе кто чисто это не с тоской смотрит на свои ботинки которые тем временем плавно морфировали в сапоги под самые намного выше колена запачканы по уровню выше колена это неловко придумали если у меня будет свой бордель я думаю там можно сделать такую же штуку такими же отверстиями только без копий будут высовывать это я еще не продумал но думаю идея обязательно придет для особо страшных шлюх ну вероятно или для людей и любителей неизвестности войне про комментируют на панель лотерея никогда не знали что появится из этой щели боюсь у твоего борделя пойдет дурная репутация ну исключительно из уст тех кому не повезет ладно двигаем дальше пожалуй я спросил что там список всего магического потому что все магическое надо не автоматом выкраскивать потому что она светится для обнаружения маки да в одной скажем так из кольчужных рубах исходит аура но как будто знаешь не от самой рубахи будто у рубах есть какой-то элемент но тебе пока еще не удалось его обнаружить таниэль достает эту рубаху и отдельно ее опряхивает осматривает ее слой грязи через пяти джетейшн опять же внимательность делаю скидку он да вполне хватает под этой рубахой есть что-то есть подобие потайного кармашка несколько ну скажем полосок этих платных сделаны как бы цепляются наподобие крючков то есть его можно отогнуть и там и в кармашке находишь самоцвет самоцвет элементального воздуха так малый или большой даже уточнений нет просто написано самоцвет элементального воздуха часть момент лучшим называется спустя такое количество времени я даже не помню смотрел я что не надо искать я уже открыл на 25 до large элементов у него только один тип я так понимаю он элементально призывали до большого воздушного элементаря если эту штуку разломать воздушный элементарь он конечно не особо серьезный боец но вас задержать противника может очень неплохо может пригодится говорит на туннель и передает камешек руби если понадобится призвать большого воздушного элементаря просто крепко крепко сожми камень в кулаке и пожелаю его сломать поняла пригодится определено а здесь в конце вызову-ка на тебя и пожалуй его приберегу воздушного хочешь чтобы он меня маленько освежил что ли пусть и его брит он будет с тобой ровно минуту или чуть больше ну если будет уже жарко то можно мазер там конце есть что-нибудь нет тупик погоди и воздушный язык знаешь уточняет на ты не люби ладно мало держит это ты у нас ветра все время опускаешь так что ты его должен знать а ну думаю найдем с ним общий язык и заталкиваю куда-нибудь там если мешочек лучше пусть пусть будет руби тебе это сражаться надо она саде линии может направить элементария на атаковать кого-то или заставить его ступить но всякие более сложные что команды он к сожалению не поймут придется жестами и пантомим объяснять что от него требуется посвести ему что-нибудь придумаешь о нежность купля мастера на тебе если что можешь изобразить звук ветра который пускаю я по ночам руби тебе просто не культурный жест решила хорошим собачиться а свон уже мариан ждался мы не собачиваемся мы так как общаемся это наш язык такой как есть язык воздуха это вот наш сруби язык а что у нас все таки из магических предметов из этой кучи достали список чтобы окно я записал латную рукавицу придачного касания плюс один и самоцвет элементария воздуха да и все правильно только два метра я четко неправильно предоходим про количество ауру значит продолжаем двигаться заканчивается соответственно освещение чем глубже в тоннель тем скажем так от близкие там факелов жару и не прочего вот этого низкого уровня освещения которые присутствуют на этом уровне подземелья все больше переходит полную темноту то есть дальше света нет полный мрак стены тоннеля знаешь как бы спиралью начинают уходить все глубже землю грубо стих очертаний с каждым шагом все уменьшается чем глубже уходит тоннель тем больше кажется штуками обрабатывали и где подсвечена там вы собственно и появляетесь если будут внешнего источника освещения нет он на туннель достает найденный нет недавно волшебный кусок и зажигает на его кончике огонек что поднимать его повыше чтобы видеть куда ступать постепенный переход от природной пещеры к рукотворным туннелям заканчивается после достаточно долгого и видового спуска глубину то есть хоть пин 8 наверно футов вы протопали там где стены стыкуются острые углы и стесаны до гладких но узких арок несколько смягчающих переход от стены к стене или к полу и потолку при отсутствии четких границ комнат это место кажется несколько чуждым мочного здесь группе шепотом бормочек на тоннель на тоннель ты можешь попробовать пройти проверку знаний инженерного дела так как ты-то силоном у нас увлекался занимался ты или руби сожалению я не занимался и джинни делом поэтому но руби как бар в принципе по моему может это сделал я рубин может как варну не с проверками и знаний у меня рука очень странным образом зависла насколько странным за курсором таскается карточка и я не могу ее заставить отцепиться даже если там где-то потыкать покликать вот клипу накликал всякого беду накликал вроде вроде отцепилась возможно тут можно откинуть историю цвет именно тасилонская архитектура это не даст тебе той информации которая могла бы скажем так то что это стиль архитектуры времен тасилона ты это можно понять да но что выделить какую-то вот эту деталь ты не можешь как ты логично инженери не занимался а там где ты так хорошо спрятался что эти не вижу даже в свете своего быния сейчас секундочку камера у нас сейчас пустой не пустой ничего такого заполниться на это не люб на вслед за на веном выглядывает из-за угла поднимая повыше правку как империзированный факел чтобы разглядеть что там за разве ну скажем так здесь вы видите обвал возможно здесь был какой-то проход или что-то но сейчас там лишь от потолок груда камней и тупик скажем так нижний коридор ведет видно в конце его дверь закрытую часть створку от дверей если вы не против давайте сначала взглянем на обвал мы тут стены увидим или где рядом с обвалом это не хочет приблизиться к обвалу осторожно вглядываясь вперед чтобы не опять же не садить если что аура вокруг панеля ее видно да да тебе тогда остальные стороны нет а вы видишь только ты мастер она за это какой-то закуток понятно бывшее его назначение сейчас он абсолютно пустая штука тоже мелкие камни скелет крысы давно уже видимо подохший здесь вот прям вообще вообще пуст вообще вообще пуст не пожимать плечами и обращать внимание на завал пытаясь понять как давно он образовался ну имеется ввиду дни скажем так это не пару дней произошло это произошло достаточно давно высота потолков здесь среднем достигает 20 футов здесь нет никакого освещения видимо в некоторых местах вообще натаниэль ты чувствуешь знаешь какое-то присутствие магическое такое ощущение что это помещение все до сих пор держится за счет какой-то древней магии и возможно местами это магическая составляющая дала сломену и некоторые части этого строения просто не дожили до нашего и у меня уши эти тоннели были укреплены магией и даже несмотря на все могущество и сознание древнего арселона не все их части пришли испытания времени на пенель стревогой броска взгляд на потолок пишу вздыхает же как будто подчеркивает предупреждение пару камешков и под ноги с потолка падут кина внимательность полю счет 223 видимо скажем так эти когда русский ветер подстегнули твой возможный спух можно тревогу так что они приковывают твое внимание ничего больше ты не замечаешь будем надеяться что раз уж это все простояло столько времени и сегодня она нам на голову не рухнет стараемся сильно не трясти стены и побыстрее отсюда выбраться господа трехминутный перерывчик с вашего позволения чайку налить да давайте уголь хорошо принято тогда я тоже за чайку и египет железный Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Делаю себе бутерброд с арахисовым маслом и чувствую себя буржуем. Продолжение следует... 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 и второй момент который я хотел уточнить когда камни падали возможно камни только у тебя звук оборвался и пропал раз-два-три и второе возможно когда с потолка падали камни там не только на не поднял голову возможно вот так то и все голову подел неприятный тип он знак все внимательность может покинуть она адам какой-то момент на долю секунды буквально на короткое мгновение и тебе показалось что в одном из округленных углов как раз под потолком ты заметил пару горящих глаз они тут же исчезли может это было на вождение может показалось можно действительно ты увидел не уверена кажется за нами следят но где это не вертит голову во все стороны он уже скрылся где ты увидел сверху в каком смысле там было что-то мелкое и летающие не знаю но глаза у него вроде были очень неприятные глаза то есть ты видел висящие в воздухе глаза говорит на тоннеле и сам немножечко движется не висящие в отдыхе осмотрящий из темноты что же может быть такое стенах смотрите систем парни на какая-нибудь земляные элементарии нет ну не глазам никак не светится когда она нас атакует мы узнаем мастер я вот там подошел поближе ничего нибудь видно стоит справа страны ну скажем как то то есть тут еще стена идет да тут сейчас надо на мгновение послушать перед тобой малвин открывается комната в южной стене этой комнаты находятся двустворчатые двери пол сделан из блестящего полированного такого на черно-серого мрамора на востоке вероятно всего был еще один вход также как там где вы были только что в коридорчике но он давно обвалился но ничто в комнате не сравнится с любопытным эффектом и и стен если заглянуть внутрь что-то такое почему невозможно судить и размерах этой комнаты если смотреть на стену прямо она остается на месте но краем глаза стену повсюду кажется уходящими в бесконечность словно сама комната каким-то образом отделена от физического существования с полохи бледного света пробегающий по стенам лишь усиливают этот дезориентирующий эффект малы тебя проверка стойкости это раз каландал с тебя тоже ну нифига себе полонил тоже прошел и проверка воли провалил секунды тоже вот этот поворот торопить а все что нет я же сказал малвин остановись ты взял потопал дальше потому что комната и вся закрытая вся черная я пододвинул чтобы там но я читал в этот момент сейчас просто я когда раскрою комнату будет ждать не самый приятный а обе я и делаю резул мелвин и каландил вы когда заходите в эту комнату вы чувствуете как вас как будто знаете начинает к это сила пытаться кожей сдавить смять вас то есть как будто что-то пытается вас уменьшить в размерах но вы превознемогаете этот эффект и тут же из-за вот этого каждом ряби по стенам световых эффектов вас начинает мучить тошнота ты каландил пересиливаешь это но ты мало на 4 раунда будешь мучиться тошнотой и как только ты заходишь в эту комнату сначала тебя вот этот эффект дезориентирует но тут ты замечаешь что в одной из стен стоит великого необычный и как только ты на него бросаешь свой взгляд он тебя атакует у него сюрприз дальше в порядке инициатива так что инициатива господи мы кстати по запаху не могли вы там как-то учить за поворотом или он чистенький и недавно ну это пассивная внимательность это просто дышишь есть на война хочешь не хочешь почуешь вообще работает пассивно он в радиусе 15 футов должен был его почуять не точное местонахождение но что тут а там есть так сейчас секунду но это если он действительно нас отвлекся на комнату и поспешил выйти но он торопился я не знаю я сказал подождать так натаниэль будь добр двоечку ему вызвать двоечку и ногой по яйцам напоминаю что у него пора и как раз ты мы в зоне досягаемости тебе замечаешь в последний миг просто как тебе в голову летит здоровенная дубина 35 ок ты же попал математика двадцать восемнадцать урона и теперь получается фото дано так напомните рестораж скажи по моему кошмар там снимают нет у этого свитер вообще очень редко мать у этого нижего великана странное пустое выражение лица на теле выражена вырезана большая сияющая руна он носит тяжелый нагрудник из шкуры какой-то слегка суту лица у него блеклые тонкие волосы его руки-ноги перекручены чудовищный перри перри развитые мускулы перекатываются под слишком туго натянутой кожи он перекручены странно как будто и знаешь закрутили вот полотенце когда как выжимаешь а что-то наподобие он выглядит очень естественно манки делухи какой-то просто так я хочу это знание покидаться наверное я боюсь что никто из вас не обладает подобными знаниями какие это знания нужны это внутри компании скажем так существо то есть вы сидели где не могли столкнуться никак не при каких обстоятельствах хотя бы понять что за руной какой эффект она оказывает возможно когда действительно это руна который так ярко светится и вырезанно может подсказать что-то окей натаниэль так как ты у нас спец под асилону я дам тебе возможность пройти проверку и это будет проверка даже не на магию она историю но ложность проверки будут услугой ты думаешь он провалит я это сделаю нас а это же редкий на пирк скажем так некоторые из этих рун на нем ты узнаешь это древние тассилонские руны обозначающие кто-то скажем в контексте раб подчинение что-то такое то есть ты читал что в древнем тассилоне очень активно использовались великаны в качестве рабочей силы так как они были намного эффективнее рабов людей холмовые каменные правы в различные великаны именно они создавали чудеса которые до сих пор никто не мог достичь плане архитектуры им ты читал какой-то короткий короткий обрывок возможно даже ты не уверен то это достоверная информация ты слышал что им было недостаточно того что великаны у них были в подчинении как рабы им требовалось больше и они прибегали к помощи магии они скажем так делали из великанов нечто совершенно другое ладно достаточно только поднадеется что он даст мне осталось достаточно мозгов чтобы магия на него подействовало антон споет ему колыбельная давай попробуем как ни странно на него это срабатывает а условно что повезло что его раньше времени ну что хайка вы хотите с ним поговорить перед тем как мы закончим это бессмысленно как мне кажется и видал его выражение лица что-то с это ровно не так только смутно тут очень самое тут тепло и темно и эти стены меня плющатся там никого нет дома с ним можно сразу заканчивать ну ладно и вообще мучить это я сквозь то что было мышцы его даже как-то карикатурно угряться словно кожи ели их сдерживают а за странный эффект на комнате все кто в неё зайдут прошу прощения должны будут совершить те же самые проверки что сделают совершали каванде ломал а если на тоннель отсюда пытается вглядеться в комнату чтобы понять что это с ней такое почему она как влияет так принципе тут то я думаю подойдет аркану что за броски у меня сегодня хоть на историю удачно бросилась так но тут и в принципе вы оба понимаете что комната находится под воздействием чар вопрос просто в их источнике быть это самая святящаяся руна мы добили это тело вы не решили что с ними а какие-то шили вон ударе сагаландила каландил скинл 71 критору прошу прощения не заметил до изи вот в этой комнате неприятный магический эффект даже не могу понять толком его источник а рону кстати на нем потухло к нам помер да что это точно не ровно тогда если обнаружение магии попробовать посвятить она показывает ауру на стенах или показывает более яркую ауру еще где-то аура равномерная как бы по всей комнате сложно знаешь в этом сполохах дребезжание причем стена то приближается то удаляется сложно действительно назвать даже обозначить границы этой комнаты ладно в жизни каждого учетного возникает момент когда нужно провести эксперимент на себе отмель тяжко тяжело вздыхает набираясь храбрости задержи дыхание и певает глаза задерживая дыхание и шагает в комнату хорошо тебя две проверки консты и воли даже несмотря на то что за глаза закрывал ну ладно воли хорошо не делай но стойкости пройти обязан вот стойкость а после этого и будет открывать потому я представляю ты соблюдает ты когда заходишь в комнату ты тоже чувствуешь что тебя начинает что-то сдавливать не скукорбовать ты уменьшаешься в размерах на одну категорию о боже еще больше как лучшие заклинание уменьшение гуманоида но с остальными недугами ты справляешься как как мы отличим что-то изменилось в нем почему это ты мелкий адан просто не сдерживает смехом начинает хохотать я думал честно говоря что самоэффект скокоживание будет более драматическим но я думаю о чем ты я не вижу никакой разницы почему я тебе по колено хорошо не по колено ниже пояса это это не беспокойся Натаниэль я уверен что ты вскоре привыкнешь как и в прошлый раз это наверняка временный эффект а пока тебе будет проще уворачиваться от всяких стрел и всего прочего Натаниэль январь Натаниэль январь топает в порыве чувств а то злобно фыркает и начинает осматривать комнату источника этого странного эффекта хорошо давай внимательно скажем тут подробных рекомендаций никаких нет но ладно допустим когда вот пробегает эта рябь эти световые эффекты ты замечаешь что где-то в дальнем углу комнаты скажем один участок он статичен и подвижен то есть его как будто эта волна проходит на самом деле это не так уж и плохо надо делать шаг в комнату и я хочу провалить бросок на форту сейчас на тебя энларж работает будешь знать с тобой происходит как посекался вы сейчас как фродо и сын просто тоже с какой зовут да но на волю ты на волю я буду сопротивляться да вот она эх маловато маловато будет ты тебе сложно оценивать расстояние ты дезориентирован полностью и тебя мучает тошнота ох а там слегка зеленеет оглядывается сам ну кажется сработало ну извращенец надо же было попробовать ладно пошли подожди ну ты кажется нашел источник этой пакости мастер тут сам решает захочет ли а в ловушке умеете обезвреживать карлики я умею только быть не дотянусь теперь ну тебя на тоннель подсадит я думаю я подожду ну это собственно это будет как магическая ловушка да да наверняка когда этот а не нужен там он не был а как его взял трейдом так как у нас в партии в партии не было роги я взял трейдом люди из они маска мумии да я отдельно спрашивал у него я его взял тогда работай чтобы у нас не было таких проблем с ловушками если они будут я его специально выбирал так где у нас disable девайс я конечно могу попробовать шарахнуть по этой штуке нейтрализации магии но у меня не так много заклинаний осталось сначала попробую я попробуй а я буду смотреть со стороны в принципе да Адан ты справляешься знаешь знаешь одна из скажем участков стены оказалась между мной плитой и после характерного щелчка эффект прекратился но заклинание на вас действует по-прежнему по-прежнему и тем временем осматривает ауру Атана пытаясь понять что собственно вызвало эффект уменьшения размера если это заклинание reduce person то это будет действовать скажем так так думаю спал крафт у 36 ты понимаешь что это принцип этой ловушки было срабатывание заклинание как массовое уменьшение гуманоида но оно каким-то образом было очень сильно усиленно повышена до 9 круга будет 24 часа часик в ближайшие сутки ты будешь дышать в принципе есть и хорошие новости ты понимаешь что его можно как бы либо обратный эффект увеличения гуманоиды применить либо просто рассеять заклинание у нас нет на это свободных слотов ну и на самом деле быть маленьким выгодно тут уже вам решать ну и на самом деле у меня заготовлено одно такое заклинание но оно всего одно но если у нас работает как уменьшение гуманоида то это у нас сейчас минус 2 силе и плюс 2 ловкости и по-моему плюс 11 за размеры плюс и минус 4 плюс 4 стелсу и минус 1 к мд и кмд то чтобы право этом я сразу спасло хоть как-то да ладно плюс 2 с может пригодится плюс 2 цена она остаться берем и тут другие выходы я только вот эту дверь вижу да нато не приближается к двери осматривать ее например других ловушек ну так дверь как зверь вроде бы дверь безопасно хорошо теперь отойди пусть и нас мы открываем дверь окей все так же темно но скажем так в отдалении замечаете отблески тревожного даже красного пламя кажется там что-то странненькое и ой окажется забыл кое-что сделать это не хочет посмотреть тело великана есть ли у него что-то при себе логическое и во-вторых его у него по себе нет ничего кроме доспеха и оружия ничего абсолютно и оружием это сложно назвать просто дубина то есть магическое у него пусть вы сейчас ничего а окей он сам был магический а идите вперед я потом притушу свет говорит на панели так так мы осторожно ступаем вперед что-то все еще действует нет уже пошло так сейчас она все равно была у тебя и на два у а вообще отлично там действительно быть маленьким так плохо руби хочет подкрасться по краю стенки и выглянуть осторожненько наружу там что-то пошевелилось учитывая чек на скрытность от каландио я думаю если что-то там было а вас уже в курсе да но главное чтобы не среагировал на саму руби когда-то будет выглядывать окей давай раскроем да окей давай раскроем да оп начинается комбат она начинается комбат окей эхэхэхэхэм ну так Тогда Каландил делает радиоэкшн, чтобы въебать, когда она зайдёт за угол. Никаких радиоэкшн не было. Я шучу. Это была шутка, например, для того, что мы оба стоим за углом и делаем радиоэкшн. Так, ну, так как вы знаете о нём, он знает о вас, ни у кого никаких сюрпризов, ничего. И, я так полагаю, пойдёт руби или кого-нибудь у кого-то. Руби, который у него, наверное. Она, по идее, более верткая теперь. Ну, да, и в принципе, это логично, так как она его заметила и готова действовать. Так, она сегодня не видит, слишком далеко отпрыгнула. И пятифутовый шаг сделать не сможет. И, знаешь, Натанель, всё-таки та твоя скрытность, я думаю, она не сработает, так как вы столкнулись лоб в лоб. Он не успеет тебя протоковать, но я думаю, свой ход руби будет начинать именно с того места. Вот здесь вот? Да. Окей, ладно. Тогда план Б. Руби отшатывается назад. Надеюсь, уйти таким образом из досягаемости дубины. Это пятифутовый, да, ты делаешь? Да. Выдаёт боевой клич, который врубается в камень. Пытается врубиться в камень. Это касание. Так, тач. Ага, проходит. И хорошенько по нему проходит со звуковыми фибрациями. После чего этот звенящий боевой клич переходит в мелодичное... Как это называется? Мовые кодиа. Напивание себе под нос. Окей. В более мелодичную рель. О. Хорошо. Я только что выключил Inspire Carriage, и теперь я его включаю обратно. Да. Так. Блин, ты так голен. Я так понимаю, вот так из-за угла я не смогу его бить по-человечески, да? Сможу. Ковер же будет, понимаете? У тебя считается оружие Up-Ranged для расчёта ковера? Поэтому ты выбираешь один свой угол и дотягиваешься к четырём углам клетки. А, вот тут вот вдоль стены. Поэтому да, есть ковер. Ну ладно, пусть будет ковер, я рискну этого ради фулл атаки. Так, ковер там сколько? Четыре, пять, четыре, четыре, четыре. Но, хорошо, да. Да, так что голодил, по сути, тоже так прижался к стене, вырастил хлыст и, типа, чуть ли так не вслепую начинает так херачить себе за спину. Так, ну раз он флот путает, то считаем, что ковы ранят. Ну, по сути. Если один друг друга нивелируют. Угу. Тридцать попадает. Угу. Это хорошо. Так, по идее, тогда без этих, я попрошу это с него ещё в Форд Сейв за, за токсик инфьюжн, потому что мне тогда хватит этого инфьюжн мастера, чтобы бесплатно его использовать. Так, это что вообще по-русски, можно? Самое, я использую свой хлыст и наполняю его ядом. Это токсичная инфузия. Самый, он должен скинуть стойкость в ДЦ-21, либо быть слегка скукоженным, то есть скинет на один раунд. Это на конструктор вообще действует? Нет. На конструктор нет. На конструктор иммунитет к ядам. А это конструк? А теперь мы знаем, что это конструктор. Ну ладно, один фиксер с вами обитарные знания. Тогда не важно. Парень, если это конструктор, то всё осложняет. Хе-хе. Неуклюжая тварь с черепообразным лицом и светящимися глупым сиянием, рунами на лбу. Предстало перезвание. А это на него и не понесет. Блин, Натаниэль. Натаниэль движется вперёд на 30 футов. Сюда ничего не видит. Прошу это. Что там? Что там такое? Смотри, говорит, каландил, там хуйня стоит. Не, ну Руби может теоретически человек на аркалу кинуть? Что по-настоящему? Может, но с её навыками это не особо полезно. Натаниэль высовывается вот сюда. Вот, а вот пытается понять, что он видит перед собой. Где там моя аркана? Ну просто, это каменный голем. А. Самый обычный каменный голем просто вне стандартной упаковки. Да. Просто генерически страшно. Понятно. После этого отшатывается назад. Это каменный голем. Очень твёрдая штука. Не потупите попоры. Что-то не потрубите. Тебя заживало в конце. Не потупите о него своё оружие. Это каменный голем. Очень твёрдая штука. Для меня это не будет никакой проблемой. Так что не беспокойтесь на этот счёт. На этом ходе заканчивается. Натаниэль два перемещения сделал. Голем, говоришь, плохо-плохо. Мои маги очень плохо берет. А у вас разве скорость 30 час? У вас же меньше скорость. 20 это должно быть. Почему ещё нет? Мелкие существа, по-моему, же они с меньше скоростью берутся. Нет? Нет. Это зависит от существа. Ну, да, по-моему, уменьшение это, но только статы так скукоживаются. Скорость, по-моему, не меняется. Окей, ладно. Я уточнил. Я не настаивал. Да, это ж нормально. Если бы по-настоящему был хоббитом, тогда другое дело. Да, и скорость не меняется. Хорошо. Так, наверное, а чёрт, это вот тоже мы там эффектим серьёзно. Мы помним, что против конструкторов ты бесполезен. Ну, не совсем бесполезен. У меня есть одна штука, которая не является мейнафектингом, поэтому у него его, наверное, и кину. Неудача. Ты его с этой клетки же не видишь. Я должен шагнуть. Я из-за главного увижу. По-моему, видимость. Достаточно часть его видеть. Ну, да. Так что... Неудача сейчас кино. 22 и что. Изучи как. В обоих смыслах. Ровно прошёл, зараза. Слушай, а почему тебе на неудачи DC22, а на сне 21? Хороший вопрос. Сейчас посмотрю. Где-то ошибка. У тебя тут подписано. Полуровня плюс интеллект плюс один. Не помню, что я получал плюс один. У тебя вроде какой-то предмет, который добавляет плюс один к одному хексу. Нет, урон я, по-моему, ещё не крафтил. Не знаю, откуда плюс один. Ладно, уберу. 21 DC. Ну, тем более, прошёл. Увы. Все, что я мог. Дальше. Я могу попробовать ещё разочек. Будет действовать голем. И... Просто. Он делает 5-футовый. И фула так упорубил. Плохая, тупая тварь. Так маленьких обижает. Так, ой, 39, подозреваю попало. И 41. А ну, что у него за... Какие броски? По-моему, они только леднички промахиваются. Ах, это как то, что не на письма неплохой цель. Вроде. И плюс 9, 25 урона вообще. А, нет, плюс 18, прошу прощения, 2 удара, 34 урона. Просто Руби вбивают в стену две огромные каменные ручищи. Руби, вбитая, болезненно в стонет. Ах, ты ж черепоголовый, пидор! Да. Ловлю на порту. Да, да, я... Я видел, что ты прошел. Я, может, не вставит. 32. Ммм... Так, 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 так. 4, 31. Попадает. Так. 20... 29 урона. Две десятки. Выщем он. 20... 25. Так, сейчас, математика, математика. Это 2 урона. 2 удара, получается, с каждого по пятерке списывает 19. Подожди, он обратно одну делает, не две. А, прошу прощения, значит... Тьфу, все, до свидания. 19, 14 урона мало. Прошу прощения. А, я вычитаю или нет, там что-то магическое. Это я вычил уже. А. Так, 19, но получаешь ты 14. Понял, принял. 32. Подтверждается. Да. Подтверждается. Прямо по черепушке ему. Мой ход закончен. Хоть удар был и сильным, но... Ты понимаешь, что... Он... Не вызовел того эффекта, которого ты ожидал. Ты по идее, твой удар напрочь ему должен был снести его каменную голову, но... Осталась лишь очень глубокая зазубрина. Видно, что Голему больно, неприятно, но он что-то стоит. Камень долбить. Я понял. Хорошо. Руби выжидает дилей. Она не поддерживает песню, но она играет за длинный перформанс и будет действовать после Скаландила. Ну ладно. Я тогда героически тоже выйду из-за угла и я просто тоже опять сделаю фулл атаку в него, только я свою саблю деревянную переключу на дробящий урон. Деревянный молот. Так, я прикликнул. Обе атаки попадают и Голему этого хватает. Ты его разламываешь на куски. Так-то. Как хорошо быть кинетистом, как хорошо быть кинетистом. Каландил, Мелвин, вы мои герои. Не беспокойся. Не шевелюсь, я тебя починю. Тебя починю. Вместе починю. Я сама. Ты как в порядке? Ну, если что, Каландил же заносит на нее руку со светящейся силой и позитивной энергии, но сейчас, если... Ладно. Если он заносит, то когда рубить тянется к этой руке? Да, тогда я так и сделаю. И принимает перна. Чуть не серванул, когда ты в стену улетела. Угу. По стенам этого чертога полосами идут руны. Как я уже говорил, сам он подсвечен пламенем, горящим в неглубоком очаге в центре комнаты. Над ним помещен огромный железный котел, на стенках которого выгравированы семиконечные звезды. От бурлящего содержимым котла поднимается дым. Вокруг треножника, на котором стоит котел, разбросаны человеческие кости. Шмотки высохшей в полоте. Так, и прошу прощения, я забыл. Так, все... Кхм-кхм... Существа с дескрипторами добрые. Мм. Так. Ну, технически... Это рубили. С дескриптором или алайментом, по-моему... Это, по-моему, чутка разные вещи могут быть. Ну, с мировоззрением, в свою очередь. Так, тогда... Мировоззрением. Так. Пройдите испытания стойкости. Как хорошо быть каинетистом. Как хорошо быть каинетистом. Слез. Сейчас, секунду. Где я не могу найти... Да я, кажется, где-то был. Где-то... Где-то это было... Какой-нибудь он в ходе, блядь, что ли? Нет. Каждый рано... Вот нашел... Каждый рано пока такое существо... Оно должно проходить испытания со стойкостью. Или страдать от слепоты и тошноты. Пока остается в области действия. Область действия. 30 футов от котла дым распространяется. Плохо. И... Так, так, так... Это каждый раунд. Да. И еще один, а еще один, а еще один, а еще один. Дишесть раундов после выхода из этой области. Так. И это тоже магическая ловушка, если отроняется. Я не понимаю. Не, не совсем. Это не ловушка. Это именно от этого дыма, валящего из этого котла. Он вызывает такой эффект. Это что-то злое. Когда Руби закашливается, и скрипом отшатывается назад. Как-то режет голоса. А-а-а. Да ладно. Если-то, поход, лучше будет взять какую-нибудь маску. Этот котел высотой в 12 футов и 10 футов в диаметре сделан, ну, видно, что крепкого железа. Он цельнолитой, с достаточно толстыми стенками, способными выдержать большой жар. Сбоку ты, Натаниэль, да и все, в принципе, вы замечаете, что он отмечен руной Саедра, семиконечной звездой. И множество других тасселонских. Рун украшает его поток. Ну, насколько густой дым? Иоль, борт, очень густой. То есть, он как бы... Достаточно близко нужно подойти, разобрать. Можно ли по нему как-нибудь сильно? Интересно, чтобы он завалился на ПОК. Читаешь мои мысли, Миловит? Самый, иди попробуй. Он очень горячий, я сразу говорю. Такую вопрос. Обожгусь, если подойду. Мастер. Да, да. Если Натаниэль пытается выйти в облако, с ним что-то происходит, он нейтрален, пока что. В принципе, кроме того, что тебе дым застилает глаза, знаешь, ну, как будто вот к кастру лицом подошел. Кроме этих эффектов с тобой ничего такого не происходит. Ни тошноты, ни слепоты. Да, есть определенный дискомфорт, но... Именно что дискомфорт. Это не какое-то пагубное воздействие. Так, что-то мне тут сильно неприятно. Бормочет Натаниэль, щурится, слегка пухашливает и пытается рассмотреть луны на котле. Очень горячо. Не подходи, обожжешься. Ну, ты замечаешь те же руны, что были на том странном великане. Что-то связано с порабощением, подчинением. Это котел... В этом котле должны изготавливать варево, которые должны как-то влиять на сознание. Ну, я думаю, что скорее вот этот котел из их самих макали, чтобы изменить их сознание и тело. Может быть, Каландил, сможешь разломать эту штуку? Смотрите-ка, мы... В коей веке смыть, ты, Милвин, сходитесь во мнении. Давайте попробуем. Да, и я думаю, что стоит от этого избавиться. Только проблема в том, что Каландил и Милвин должны кидать пасы. Каждый раунд. Мы должны. Ну, на этот раунд мы уже выкинули. Поэтому... Что, там сразу на урон получается кидать? Если ты хочешь поховать обычный предмет... Товарищ Мэллин, ты пробуешь его мечом, я так понимаю, убить? Угу. Крошечные царапины остаются в тех местах, где ты его бил. И он не сдвинулся с места? Ну, слегка, возможно. Он полный. Представь себе, огромная бочка наполнена ней. То есть, это... Такого усилия недостаточно, чтобы его перевернуть. Угу. Он даже... Не сдвинулся. Так, и раз... Ты так прошел, ворот, и тут... Да. Так. Раскрыть, а не скрыть. Мастер? А? Под котлом сейчас горит какое-то пламя? Да, пламя есть. Достаточно... Меха с водой есть. Можно попробовать залить их? Или там их слишком много? Меха с водой вряд ли будет достаточно. Видно, что здесь горело очень сильное пламя и очень сильные угли от него остались. То есть, ты, ну, верхушку зальешь, а за счет того, что внизу остались угли, они снова разгорятся со временем. А прокинуть этот котел не получится, потому что он раскленный. Ну, почему? Прокинуть-то его получится. Просто учитывайте, что вы получите урон. И это будет все-таки групповое мероприятие, так как котел действительно большой, тяжелый. Совместными усилиями, возможно, у нас получится его перевернуть. Но... Да, у меня другой вопрос. Вот здесь вот какое-то еще помещение? А, здесь, прошу прощения, я не раскрыл. Здесь нет, здесь стена. Моя-то атака что-нибудь произвела впечатление? Какое-нибудь? То же самое, что и у Малвина. Возможно, маленькая мятинка появилась какая-то. Обнаружение магии. Показывает какие-то ауры на этом котле? Показывает. Очень сильная аура некромантии. Еще и очень сильная. Ну, скажем, сильная. А, я уж думал, Горр Велминг. Хорошо. А если попытаться ее проанализировать? С точки зрения магической науки. Ладно. Короче, говоря, это место слишком токсичное. И если мы не можем его сломать, то лучше просто пройти мимо. Учитывая, что ты видел этого странного великана, этот котел, эти руны, ты понимаешь, и чувствуешь ауру некромантии, ты сопоставляешь, что это служит именно для подчинения существ, возможно, какой-то их трансформации, модификации. Но, в принципе, ты не совсем понимаешь. То ли в этом котле надо сварить что-то, дать выпить, то ли само существо сюда поместить, то ли еще какие-то манипуляции. Этого ты понять не можешь. Так. Руби, давай руку. Проведу тебя сквозь этот дым. Адам, тебе тоже нужна помощь? Нет, я пройду. Тогда я взял каландию. Каландия, фу, Натаниэль. Ты понимаешь, что это даже не совсем обычные угли. Если их потушить, они загорятся вновь. Скорее всего, эти угли, это с каждым... некий эффект, которым обладает котел. Если его наполнить жидкостью, то разгораются вот это вот пламя. А кнопки отключения там не предусмотрены в случае. Ты такую, по крайней мере, не заметил. Даже если она есть. Не знаю. Эта штука очень плохая и очень злая. Там некромантий аж смердит. Учитывая руны, похоже, именно этот котел и тот, кто его применил, ответственный за состояние этого великана наверху. Плохо, плохо. Очень плохо. Все. Чем дальше вы продвигаетесь, тем холоднее становится. Прохладно. Скажем так, прохладнее, чем в предыдущем помещении. Но недостаточно для того, кто перед вами предстает. Да, е-мое, я говорю, раскрыть, а не скрыть. Почему ты их скрываешь? Оно всегда так. Уймать. Стены заиндивели. Из дыхания выходят облачки пара. В самом помещении находится несколько крупных комплектов доспеха, надетых на не то замерзших, не то просто сохраненных вкол, лодиограф, троллей, холмов, великанов. Словно бы они собрались на войну. И сквозь них вы замечаете одну достаточно странную фигуру. Тоже будто обезглавили великана. Он стоит до сих пор, знаешь, окровавлено то место сруба головы. Это какая-то нежить? Скажем, ты вглядываешься в него, знаешь, он как статуя стоит, но в какой-то момент ты замечаешь какие-то, знаешь, микродвижения, как подрагивание, возможно, руки, еще что-то такое, что выдает его, скажем, способность к какой-либо деятельности. И да, ты понимаешь, что это вероятнее всего нежить. Ну, учитывая, что башки у него нет. И Натаниэль может предположить, что именно это за нежить с таким броском? Очевидно, что это зомби. Вероятнее всего. Но очень уж как нетипичные зомби, скажем так. Можешь вот тут вот убрать закрытый кусочек. Большой кусочек. Да, не за проблем. О! Там, кажется... Ведь что-то вроде зомби. За этими ледяными великами. О! За этими замешанными великанами и уграми. Это не пугаемый. Разлагаю... Сразу их разломать, чтобы не ждать, пока они очнутся. Да я не думаю, что они очнутся. А вон та штука точно среагирует, как только кто-то приблизится. А хоть что-либо непревентивно? Отличная идея, Натаниэль. Вы идите кто-нибудь вперед, предлагает лубе. Что мне не лицом ловить, если что? Как только Каландио мы... Вы заходите, этот обезглавленный вскидывает руки, в которых по топору зажато. Знаешь, вы... Была бы у него голова, вероятнее всего, услышали какой-то то ли боевой клич, то ли приказ, так как тут же эти четыре застывшие, заледеневшие фигуры срываются в вашу сторону. И не цвокируют. Блин, ледушки тоже живые. Сглазили вы нахуй. Так, сейчас я быстренько... Вот так-то... Смотрите-ка. О, двадцаточка вылетела. Так, сейчас что-нибудь добавлю. Ах, единичка. И добавить... И добавить... Все равно она... Все равно у тебя больше, чем мы наткнели. Так. Так, так, так... Нет, где-то так... У безголового... Это нежек, но я по-моему... Восемнадцать... А у его дружков... Так... Четырнадцать... Неудобно. Байлайн... Байлайн... Его первого хода в бою... Существа фэпутат... Все... Так... Песню я отключаю... И он получает первый удар... А если бы ты чуть-чуть подождал... Удар был бы спеть... Двадцать... В наших намерениях... Тут не та ситуация, чтобы... Попреждать... Вот так... Доли в секунду, чтобы Рубиус... С первого начала... Угу... Окей, ты не понимаешь... Базового... Самого склада ума приключенца... Ждать... Не входит в его лексикон... Да... Начинается замес... Значит... Нужно замешиваться... Ну ладно... Я так понял... Походил... Да... Да... Руби... Руби... Начинает... Мурлыкать что-то вдохновляющее... Довольно громкое... И... Подходит... Да... Вот... Плячусь за стенкой... То есть она буквально прижимается спиной к стене, чтобы ее там оттуда не было видно... Формально это просто кавер, если что... С точки зрения... Окей... Вернее... Формально это попытка спрятаться... Вот... То есть... Если они не прокинут Perception DC-27... То они с той точки, с которой у Руби против них есть агр, ее не будут... Нет... Ладно... И тут у меня легкий ступор возник, когда я читал книжку... У этого чувака есть такая тема, как создание тройки... Того, кого он убивает... Встает через какое-то время, как быстрый зомби... Угу... Но тут же... Тактика у него... В бою... Он призывает 9 быстрых зомби... Откуда он этих из воздуха берет, что ли? Вот это... Возможно, тут трупы где-то валяются, которые поднимаются... Да кто-то и дело, что по описанию нету тут никаких трупов... Ну, тогда он идет лесом, что им поделать ее... Там написано... Блин, это нужно английский оригинал смотреть... Ну да... Если Summons... Ну, это может быть из-за клина... Воздуха... А если Conjurus или Preades... Или Reanimates... Тогда нужны трупы... Ну, чтобы кончурить трупов, на самом деле, тоже не нужно... Но там... Самое... Вординг... Что называется... Тоже важен... Да... А... Прошел прощение... Я тут не... У него есть призыв... Точно... Где-то мойка святой... Если вести белка сам... Он... Да... Да... Пятый круг... Девять быстрых зомби людей... Да... Так... Ну, тогда он это самое и делает... Хуё... Что поделось... Так... Ну, так как у меня... В данный момент... А... Нет... У меня есть тупыри... Прям внизу... Как раз... Быстрый... Так... Это у нас 4... Ctrl-C... Ctrl-V... Оп... Оп... Нет... Вернитесь... Крады... И еще одного... Куда... 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 Так... Я так понимаю... Они ходят... С его же инициативой... Либо им у них отдельно... Я как раз сейчас... Пытаюсь прощукать... Найти самого... она занимает полный раунд то есть они в конце его следующего хода появится из воздуха и плачешь действовать я понял технических пока нет плана я их пока просто так сторонку уберу чтобы не мешались мы видим что творится что-то вокруг него пирует воздух и это надо срочно с него сбивать так тем временем эти ледяные великаны будут атаковать так но с тем с кем ты мало уступил в бой будет бить тебя в ответку а у тебя же оружие как не помню как магическое действует это плюс один просто магическое так но нож сопротивление урона не принято нет сопротивление урона она не пробивает вот единичка 1 единичка кубики с моей стороны не попал окно а у него всего один удар идеально если это на он же обедал медленный но 2 тоже по тебе достает как это 31 1611 урона так 2 списано походит вот так и будет атаковать тебя кого уточнение это зомби именно да это зомби просто зомби есть такая штука что они всегда замедлены у них только одно действие за раунд то есть нет путем путаешь по моему нет все верно окей они всегда в стагере тогда они просто медленно тупо начинают идти не а вот тут который там стоит он может опытовать кладила с пользой чарш атаку с разбил ладно мы это провернем так буду отца . 20 . попал так но не подтвердил а у него крутая крита и нет по моему или есть ничего не бывает так чтобы если 20 кто не критует там 19 урона колонии хорошо точнее плохо конечно но я 19 еще приму и мой ход колдун так ну хорошо что я сейчас это сделаю у меня чутка примерится и сделать пятифутовый шаг сюда это типа зомби именно до алмовые великаны зон хорошо ну что тогда я замок сделать в ушах замок экшен я делаю этот чарш да это порту не провоционер хорошо и я делаю тут выпуху реки который действует как блэйд вырунт который действует как что там дальше на короче говоря по одной атаке против всех в речи то есть против всех 4 зомби так но так вот выбросая я сейчас пытаюсь выбираю это сделать это да значит я рискну я сделаю так этим хвостом энергетическим чтобы бить их в touch позитив позитив бластами мишу да так только первая так идет и она не работает на всех сразу то есть первое по всем получается так нового этого попадают до соответственно всем 30 и урона позитивной энергии тот с которым сражался мэлвин он уже весь покрылся трещиной вот такое ощущение что его еще пнуть чуть-чуть и он рассыпется остальные как бы тоже по ним трещины пошли но они еще достаточно бодренько выглядят один такими тяжелее что я так и не взял себе текст черного значит делать с ними великим пил 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 толчинах и срывает даже по но учитывая что арбалет на среднем существуют от и сейчас маленький как я там маленький на кресло уменьшилась но об этом теперь тоже маленький носился съезд . урон это все как раз таки правильно это тебя может только приручивать когда ты типа начинаешь в милишку бить но когда ты кидаешь что-то или стреляешь что тебе только может прибить твой твой недостаток силы ты кидаешь там какие-то вещи и все ахажение мы двое смотри вот немножко да короче говоря поэтому и самым и алхимиком это самый как раз таки смог хорошо а вот все таки projectile weapon наносят меньше урона потому что был ты наносит меньше потому что был ты наносит урон в зависимости не от своего размера размера оружия которые их выпустить короче говоря надо быть алхимиком уменьшаться и бросать бомбы которые не зависит от размера это в этой системе антеты иммунных холоду по моему на холоду но не всегда поскольку эти смужи заморожены повторюсь уже замороженная я бы в них холден я большого на тот толпу заметно за их еще не далее их еще как бы нет так это не подействует как я не люблю не жить ну что этого этим это не надо отдать давай лучше показать тебя сейчас подумал ты лучше это не сделай шаг вперед потому что технически и никаких этих зомби не вижу без света под редактирую свою как ты же это лет свет а еще у тебя и боев у тебя луна ниже все равно темно для тебя зоны яркого света вдвое больше 40 футов этой зоны есть еще зона димлайта длиной еще в 40 футов для тебя и в 20 для нас все так что ты как раз тут все замечательный видишь мне все равно это не нравится делает шаг вперед и гром гром голосом зачитывает заклинание из его рук срывается огненный змей с арканой на урон которые движутся так кастер левел 11 заворачивает вот такую вот загогулина по всем то есть так провалили все кроме вот этого безголового сразу ну как ему кстати концентрацию не надо теперь надо надо получение урон кока 47 урона по всем западе до 47 половина вот этого отца 23 как этот загорел этот сгорел все сгорели получаются когда расплавились не знаю что точно произошло но большому зомби теперь нужно кидать 2 образка концентрации чему 2 из подброска 2 броска на концентрацию 1 за получение урона сложность 10 плюс полученный урон плюс круг запинания говорил что у него там с команды и варианты этого круга считается да но он хрен это прокинет 33 плюс 5 37 в этом и смысл я так понимаю потому что когда первая не наш осмирал аркану на урон чтобы как можно меньше шанс был шум придет концентрацию я понял 29 он вы прокинул как-то каст отменяется ладно я задумывал о нужно не успеет призвать еще муж что-то делать готовы кота выпущу секунду я тогда тоже отведу на минутку но если нет то тогда ходит она пылка чаще а меньшин дома 4 то что их там всех убрали надо будет вперед из примените свои не стану способность которая действует на нерочи неудачи провалил тогда я использую обилку на бушке да на бушке все на на балахоне в моем случае чтобы посмеяться за свифт подглядись ты еще на раунд у ты выходит но приближаюсь ловлю а порту так учитывая неудачу попробуем так 9 а у него еще и аура есть плану так тридцать один это и неудачу 20 31 короче как раз попадает так 7 на 12 урона уже лучше да 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 так а он получит только одним топориком получается так аура осквернение не помню чё надо дает дает без головы на холле ауру вернение на секрет все зона вокруг напитана негативной энергией вся нежить и проклятой ауры получает плюс 1 бонус на все броски атаки урона и спас броски а все вся нежить призванные или созданное здоровье за каждый точную но вас она никак не выздить куда никого окей ладно рубин а минуточку я еще нет самое не походил так он одним топором или двумя ты поделал двух топорах генуру 11 там урона 12 или нужно у нас ук 12 урон начинал с учетом вычета уже до сейчас списал и он получает ответку понимаю проходит 30 попадает 24 мой ход закончен теперь руби руби насколько побитым выглядит это создание достаточно слабенько такое ощущение что удар мэлвина практически не причинил ему вреда то есть предыдущий удар на пенели плюс удар мэлвина равно практически никакого вреда ну нет вред есть но незначительный скажем так хорошо руби что надо как-нибудь прикрыть мэлвина но у нее к сожалению не осталось ничего подходящего мэлвина мэлвина если она не продолжает продолжает работать в мире мэлвина и и Закаландила, наверное. Меня слышно? Да-да. Закаландила. Где-то клаландила. Тут... таш это он так присматривается не обращаю внимание дорогой вы и те не забивай себе этим малый нвд к порту жестко чашты критуешь так не вовремя не нужно куда-то бросаться сломя голову дом скажем так к стану хотел всегда предупреждать